Но базисная вещь, я считаю, что является логика. Почему я про это говорю? Вот где-то в классе в 7-8, когда я свою трудовую деятельность в футболе закончил, я начал заниматься совсем мимолетно, года два я занимался шахматами. Ну, причем у меня так неплохо получалось. Я за два года там когда-то мастера стал, чемпионом Сочи стал и так далее. Но вот я почувствовал, что я стал мыслить по-другому. И вот я четко почувствовал, что вся школьная программа вообще не нужна в том плоскости, в которой она есть. И вот логика, она нужна не только предпринимателям, но это очень была важная базовая платформа для того, чтобы что-то у меня получилось. Я думаю, что вообще чему-то добиться, возможно, если, наверное, ты угадаешь, где твое предназначение. Это очень важный элемент. Меня часто спрашивали, что надо сделать, чтобы получить успех. Помимо желания, которое должно быть у любого человека, должна быть еще склонность к тому, что ты занимаешься. Вот это очень важно. И это важно даже не вот в этом возрасте, а это важно слышать родителям, которые могут угадать, что у ребенка может получиться, а что нет. Потому как, какие бы я усилия не прилагал, но вряд ли я бы на фортепиано играл, не знаю, лучше кисина и так далее. Бизнес является такой же, как мне кажется, специализированной вещью. Это нельзя признать как то, чем могут заниматься все. Это не плохо, не хорошо. Это так природой дано. Я вот, например, с удовольствием, может быть, лучше в футбол бы играл, а не бизнесом занимался. Свою футбольную карьеру в 14 лет закончил, когда понял, что, наверное, это не совсем мое. Так и бизнес. Тут нету секретов каких-то. И, наверное, то, что вообще можно говорить о том, чего можно добиться в бизнесе или мотивации, это, наверное, не знаю, для 4-5% населения, которое учится сейчас на экономических факультетах, кто-то будет зато при этом великолепным управленцем. Но он не может быть предпринимателем. Хороший предприниматель иногда не может быть управленцем. Это такая специальная область, как у художники, как у врачи. Или ты отсюда, или нет. Когда ты все делаешь то, что делают другие, когда ты смотришь под тем углом, по которым сворят другие люди, ты ничего не добьешься. Никакого успеха добиться невозможно, потому что 6 миллиардов банально делающих одно и то же людей, и ты такой же, ты ничем не лучше. И если предприниматель может посмотреть на какую-то историю под другим углом, тогда, наверное, он может поймать шанс что-то сделать. Когда я занимаюсь бизнесом, я просыпаюсь, сажусь в машину, я думаю только о бизнесе. Иду, ложусь спать, я думаю только о бизнесе. По-другому невозможно добиться успеха большого. И потому что ты такой же, как все. И если ты хочешь добиться успеха, ты должен думать только об этом. ВМБ выращивает бройлерных куриц. Они начинают все одинаково мыслить. Потому как они изучали одинаковые бизнес-кейсы. И это не очень хорошо. Человек пробует искать все время шаблоны, как добиться успеха. Надо доверять себе. Я всегда подозрительно относился к желанию людей учиться до 80 лет. Ну давайте получим MBA, потом супер MBA. В этом возрасте ты должен уже доверять себе и пробовать что-то сделать. Ты должен что-то... Когда ты покупаешь заводы, газеты, пароходы, ты будешь конкурировать с людьми, у которых только заводы. И только газеты, и только пароходы. И с чего ты взял, что ты их выиграл? Вот эта сказка о том, что сейчас ты найдешь каких-то сверхменеджеров, дашь им бонусы, и они там тебе все построят. Но она заканчивается всегда одинаково. Но с чего ты взял, что ты умнее других? Этого нет. И поэтому на каждом рынке серьезная конкуренция. Ты конкурируешь с достойными людьми. И когда ты пробуешь конкурировать с четырьмя достойными людьми, результат не превзойдет ожиданий. Но самое важное, что ты не можешь ждать, это время. Время, оно ограничено. И человеческая жизнь ограничена. Это то, что мы не можем изменить. Если какой-то человек, где будет заниматься 10 часов, а ты будешь заниматься 2 часа, какие-то матрицы не строишь, что ты там не умеешь. Ну да, время не резиновое. Если это достойный конкурент, до свидания. Да, у нас капитализация 27 миллиардов, но я думаю, что я знаю больше деталей, чем любой мой менеджер. А как по-другому? Да это все сказки. Вот в этом и есть непонимание бизнеса. Какие-то менеджеры, там, не знаю, там, самолеты, вертолеты, все в облаках. Нет. Нет, если ты уходишь с земли, если ты по ней не ходишь, все, до свидания. С этого момента твой бизнес начинает от тебя уплывать. Вот это расхожее мнение, что ты наберешь каких-то менеджеров наемных, которые сделают лучше тебя. Этого не будет. Они сделают хуже тебя. Это точно. Если ты собственник бизнеса, ты сделаешь его лучше, чем другие, если твой уровень позволяет. Потому что степень вовлеченности твоя в процессе выше. Он все равно сначала думает о своем кармане, а потом о бизнесе. Никак наоборот. Кто-то должен попасть в сектор, который достаточно свободен. И второе, людей с интеллектом выше, чем у тебя, там не должно быть. Потому что если есть люди, которые интеллектуальны от тебя, все конец. Они тебя обыграют. И тут можно улыбаться, хлопать, но это прискорбный факт совершенно. То есть вот эти две вещи должны сойтись. То есть ты должен получить сегмент, в котором что-то есть. И второе, ты должен иметь людей, как максимум равных себе по интеллекту. Когда ты в чем-то сфокусированный, ты можешь интенсивно об этом думать длительное время. То есть мне кажется, что если мы говорим о бизнесе, что это игра ума, то интенсивную нагрузку держать длительное время, это то, что отличает предпринимателя. Который может сфокусироваться только на этом и днем и ночью, днем и ночью, днем и ночью нести эту нагрузку. Деньги фантастическая вещь. Я считаю, что когда ты имеешь большое количество денег, ты фантастически счастливый человек. Разговор о том, что деньги не делает человека счастливым, это неправда. Во-вторых, у меня есть дорогая игрушка, футбольный клуб. Я специально ее частично придумал, потому что должна быть мотивация. Тебе все время должно не хватать денег. Когда я думаю, что я хочу сохранить контроль над компанией, при этом, не знаю, у меня надо построить стадион за 150 евро. Хорошо ли на яхте проехать на Средиземном море неделю летом? Почему нет? Почему нет? Для этого мы и работаем. Продолжение следует... Продолжение следует...